Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Часто люди задают в современных жизненных ситуациях такой вопрос. «Владыка, у нас на дворе кризис. Что это такое, как нам выжить в этой ситуации?» Вопрос действительно серьезный. Я хотел бы вашему вниманию представить замечательное письмо. Письмо святителя Николая Сербского, такой замечательный святой угодник Божий. Этому письму сто лет. И вот он пишет о том, что раньше люди слово «кризис» произносили по-другому. «Суд». Потому что это слово греческое и переводится как «суд». «Суд Божий. Наступила засуха. Суд Божий. Наступил пожар. Какая-нибудь моровая язва. Это суд Божий. Для чего суды Божии? Для того, чтобы мы пришли в себя». И вот он пишет, это вот замечательная вот такая книжечка, да. Вот он пишет в своем письме. «Ты спрашиваешь о причине настоящего кризиса или суда Божия? Причина всегда одна. Причина всех засух, наводнений, эпидемий, богоотступничества. Грех богоотступничества вызвал и этот кризис. И Господь попустил его, чтобы пробудить, отрезвить людей, чтобы они опомнились и вернулись к своему Творцу по грехам и кризису». Вот все очень ясно и понятно, когда мы называем вещи своими именами. Значит, для того, чтобы мы стали правильнее жить, для того, чтобы мы стали сильнее в этой жизни, Господь попускает нам те или иные скорби для вразумления всего нашего народа. Поэтому у нас остается только одна возможность достойно пережить все эти дни – это вернуться к вере своих отцов, вернуться и жить по закону Божьему. Если мы с вами начнем строить, представим такой пример, дом, а не будем обращать внимания на глубину фундамента, она должна быть большая, это север, скажем, да ладно, мы сделаем так, как в Крыму, то у нас ничего не получится. И мы потом что, начнем пинать на Бога и скажем, Господи, почему? У нас дом трескается. А потому что вы нарушили законы. Я желаю каждому из нас изучать эти законы Божии и стараться их соблюдать. И тогда мы любой кризис пройдем с Богом легко. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok